Владимир Забураев вступил в должность главы Лобинского района. Церемония прошла в торжественной обстановке на сессии Совета муниципального образования. На прошлой неделе в этом же зале депутаты большинством голосов избрали Владимира Забураева на должность главы района. На рассмотрение конкурсной комиссии были предложены три кандидатуры – Алексей Сиротин, Олег Кустинский и Владимир Забураев. Наибольшее количество баллов по итогам конкурса получил Забураев Владимир Владимирович – 70 баллов, Кустинский Олег Михайлович – 54 балла, Сиротин Алексей Николаевич – 51 балл. Кандидатуру Владимира Забураева поддержали и на 24-й конференции местного отделения партии «Единая Россия». Это решение было направлено в региональный полицовет партии и на утверждение фракции Совета Лобинского района. А 19 июля депутаты собрались на торжественную сессию. На инаугурации присутствовали вице-кубернатор Игорь Чигаев, депутат ЗСК Иван Артёменко. Слова присяги Владимир Забураев произнёс, положив правую руку на Конституцию Российской Федерации и устав Лобинского района. Я, Забураев Владимир Владимирович, вступаю в должность главы униципального образования Лобинский район. Торжественное клянусь исполнять возложенные на меня полномочия в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и уставом муниципального образования Лобинский район. Публичное принятие присяги является днём вступления в должность. Свидетелями этого стали председатели городского и районного судов, представители надзорных органов и силовых структур, духовенства. Главы всех поселений Лобинского района в эти минуты тоже в зале администрации. Игорь Чигаев, руководивший районной администрации ранее, а ныне вице-губернатор Краснодарского края, приехал вручить избранному руководителю удостоверение главы района и приветственный адрес от Венимина Кондратьева. Губернатор поздравил Владимира Забураева с победой. И далее вице-губернатор, знающий работу не понаслышке, пожелал Владимиру Забураеву приложить все силы для развития Лобинского района. Если мы благоустроим улицы, обязательно мы построим новые дороги, терминтируем старые дороги, мы будем заниматься газификацией, но если людям негде будет работать, то это все не будет востребовано, в людей просто не будет возможности пойти погулять, позаниматься, они будут думать о том, как улучшить. Поэтому Вениманович дает огромное количество инструментов всем главам, всем муниципалитетам через программы, поддержки. Поздравляю всех жителей с избранием нового главы муниципального образования. Я надеюсь, все надежды и наказы избирателей, которые ссуруют в районе, они будут оправданы. Успехов, Владимир Владимирович, с Богом. Это, как вы знаете, знак поддержки. Впереди у вступившего в должность главы района нелегкая ответственная работа. Новые реалии, новые цели, воплощать которые Владимиру Забураеву и его команде предстоит следующие пять лет. Вызовы, которые приходят в наше время, их нужно, эти задачи решать. Задачи, которые ставит президент, достаточно серьезные. И самое главное, что они направлены на решение, прежде всего, задачи повышения благосостояния наших людей. Владимир Забураев получил благословение епископа Армавирского и Лобинского. Так принято в начале каждого дела, отметил Владыка Василий. Чтобы тоже все ваши решения взвешивали, обсуждали. И если они были приняты, то их нужно отставить последовательно, чтобы люди понимали, что если что-то начато, то оно будет закончено. И, конечно же, ответное слово главы района. Собравшиеся в зале услышали в нем основные направления. Красной линией в речи Владимира Забураева идет желание работать на благо жителей Лобинского района. Хочу поблагодарить руководство Краснодарского края, Вениамина Ивановича Кондратьева, Юрия Александровича Бурлачка, Вас, Игорь Олегович, как житель Лобинского района, за весь тот вклад, который оказывается со стороны руководства края в развитие Лобинского района. От себя заверю, что я вместе со своей командой продолжу все те начинания, которые были предыдущими главами района, начаты и будут закончены во благо развития района и улучшения качества жизни населения. Спасибо за оказанную поддержку. Людмила Никонова, Георгий Слопов, Тарнадин.